Небольшой вишневый сад на улице Горького стал пристанищем для бродяг и пьяниц. Деревья посажены на территории дома номер 66. Мимо по тропинке ходят люди, среди них Татьяна Дудочкина. Женщина живет по соседству. По ее словам, когда-то под окнами щебетали птицы, а теперь кричат хулиганы и оставляют кучи хлама после попоек. Давайте пройдемте сюда, где у нас находится просто безобразное состояние участок. Здесь живут бомжи, которые не отходя от своей лежанки гадят. Бутылки, склянки, мусор, все принесено. Убираться это ничего не убирается. А не боитесь ходить мимо? Не страшно? Страшновато, даже очень страшновато. Люди рассказывают, что отходы вишневый сад бомжи тащат с ближайшей помойки. Разносится мусор и вокруг дома. Все летит с контейнерной площадки. Дворники ее не убирают. Управляшка обслуживать дом отказалась. С мая месяца наш дом не обслуживается управляющей компанией. То есть управляющая компания отказалась от ряда домов в этом районе. И, соответственно, содержание придомовой территории, оно не выполняется. Основная проблема заключается в том, что если бы на этой территории не было помойки, то обслуживание этой территории могло бы выполняться и жильцами. И тут проблем бы никаких не было. В доме номер 66 по улице Горького 8 квартир. Ранее его обслуживала муниципальная организация МКП города Владимира ЖКХ. Как сообщили в мэрии, сейчас дом передан в пользование тем же коммунальщикам, пока его не возьмут под крыло новые управленцы. Администрация выпустила соответствующее постановление. Есть постановление администрации города Владимира от 14.07.22 года, номер 2984, в котором в чём поддом написано, что МКП ЖКХ назначена управляющей компанией для дома Горького 6. Управлять они будут этим домом по назначению до момента выбора управляющей компании самими собственниками, что они вправе сделать в соответствии с жилищным кодексом. Вот только в МКП ЖКХ с постановлением города не согласны. Муниципальные коммунальщики отказываются курировать дом за прежний тариф. Руководство управляшки даже намерено оспаривать решение чиновников в суде. Понимаете, потому что мы только отказались от него, они его нам назад всунули. Вот эта процедура немножечко неправильная, она противоречит закону. Согласно постановлению правительства 16.16.21 декабря 2018 года, не может быть избрана управляющая компания временная, управляющая компания та, которая управляла домом до этого. Я расторгал договор с домом, потому что невозможно им управлять за тот тариф, который есть. Они его изменили мне обратно за эти жилищи. Что же делать жителям, раз муниципалитет никак не может договориться со своей же организацией? В ситуации должны помочь надзорные органы. Мы просим инспекцию государственного жилищного надзора Владимирской области обратить внимание на этот сюжет и вмешаться в ситуацию. А вот на хулиганство во дворе жители улицы Горького могут пожаловаться в полицию. Возможно, тогда под окнами в небольшом вишневом саду снова запоют птицы. Евгений Павлов, Артём Замоскин, 6 канал.